Здравствуйте, дорогие подписчики! С вами Снуп, вокалист дискогруппы Neon People. Сегодня я немного отвечу на ваши комментарии, которые были одним из моих предыдущих видео, посвященному физическим аудионосителям, на которых я слушаю музыку сейчас, в 2024 году. Вообще-то, я говорил только о физических носителях, и у меня было очень много комментариев на тему, что якобы я выступаю исключительно за аналоговую запись. Нет. Ребята, я также слушаю цифру, я слушаю музыку. Вообще-то, во всех доступных мне форматах это может быть и пластинка, и кассета, катушка, компакт-диск, это могут быть файлы из интернета, во флэке, даже в DSD. Мы сейчас поговорим на эту тему. И также я слушаю MP3. Каждый из форматов, как я говорил, имеет свои недостатки и достоинства. И почему я слушаю музыку на всём? Ну, во-первых, давайте сначала разберёмся с физическими носителями. Допустим, больше всего я люблю виниловые пластинки. Но есть такие альбомы, которые мне нравятся, которые выходили только на компакт-дисках. На виниле они не выходили, поэтому я приобретаю компакт-диски. И точно так же есть очень много, я скажу, очень много в моей коллекции пластинок, которые не то, что не переиздавались в цифре на компакт-дисках, они вообще ни на чём не переиздавались. И очень много редких пластинок, которые даже на дискоксе, которых даже нету в каталогах дискокса. Вот одна из причин. Также, кстати, скажу, что бывают такие релизы, такие альбомы, которые выходили на аудиокассетах и больше ни на чём не выходили. Это, конечно, единичные случаи. В основном это касается какой-то альтернативной музыки, сборников, миксов. То есть это единичные случаи. Ну, вот так же я ищу, покупаю аудиокассеты с такими вещами. Ну, допустим, я слушаю музыку на телефоне. Почему я её слушаю? Ну, во-первых, скажем, в дорогу. В дорогу вы не возьмёте с собой проигрыватель винила. Вы не сможете насладиться аналоговым звуком с проигрывателя или катушечного магнитофона в машине или при пешей прогулке где-нибудь в парке по дороге на работу. И я слушаю музыку на телефоне. Обычно я предпочитаю лоуслос форматы. Также слушаю mp3. mp3 я слушаю в основном для ознакомления. У меня был очень хороший друг, который, можно сказать, даже подпольную пиратскую студию дома держал, Александр Григорьевич Панфилов. Для меня он был просто дядя Саша. И в 2017 году он внезапно скончался, тромб оторвался, ему было 63 года. И через несколько лет его дочери передали мне два жёстких диска внешних, на которых записан, я это называю, рок-энциклопедией. Человек последние годы жизни посвятил тому, что качал в mp3 полные дискографии рок-групп, раскладывал это всё по полочкам, по папочкам. На этих дисках все папки, все группы разложены в алфавитном порядке. То есть A, B, C, D, и пошло, и поехало. Допустим, открываем A, мне нужен ACDC. Я открываю ACDC, там все альбомы, синглы, всё по папочкам, отдельно история группы в текстовом документе, отдельно фотографии, различные видеофайлам, отдельный диск посвящён. Всё в алфавитном порядке, всё разложено. Допустим, там открываем букву Ю и Юра Яхип, да, и там абсолютно все альбомы, причём даже в нескольких видах, в нескольких изданиях, все синглы, отдельной папочкой идут все сольные работи участников группы. И вот такая вот рок-энциклопедия у меня есть в mp3 на вот таких вот двух жёстких дисках, каждый по два терабайта. Вот такие вот коробочки, вот серьёзные, между прочим, хороших фирм, хорошие модели человек покупал. Вот это Samsung, допустим. Вот он собирал, и слава богу, это не ушло на помойку куда-то, а попало ко мне. Дай бог мне жизни, чтобы переслушать всё, что на этих дисках есть. И, допустим, я слушаю, да, со многими альбомами, естественно, я знаком, многие есть у меня на виниле, на других носителях. Но много также редких групп есть на этих дисках. Я слушаю. Также много слушаю mp3 в интернете. Ну, это для ознакомления. Я вот так вот взял, послушал, если альбом не понравился, или так себе. Ну, и всё. Если альбом понравился, я его постараюсь найти во флэке. А если альбом очень-очень понравился, я его постараюсь купить или на виниловой пластинке, или на компакт-диске. по поводу лоуслеса. Тут в одном из комментариев мне писали про флэк, про DSD. Ну, давайте я сейчас расскажу о том, что я знаком с форматом DSD. У Полины был портативный цифровой хайрезный плеер. Сейчас скажу. Фио. Да, Фио. Он назывался Фио. МК3, по-моему. Ну, она его или продала, или с собой в Польшу увезла. Вот я слушал классику. Pink Floyd слушал в формате DSD. Вот я говорил по поводу ап-конвертов, что иногда выкладываются в высоком разрешении файлы, сделанные из MP3. Знаете, в DSD абсолютно все файлы в формате DSD, которые имеются в интернете, это ап-конверт из файлов с более низким разрешением, потому что нет ни одной звукорежиссерской программы, так сказать, DAV, так называемых, которые бы записывали музыку в этом формате и позволяли ей оперировать, заниматься звукорежиссурой, монтажом. Вот эти вот DSD файлы, да, они великолепно, просто потрясающе они звучат, но это ап-конверты. Ап-конверты, либо с компакт-дисков, либо, ну, в лучшем случае, там, с мастер-лент каких-то. Но они столько места занимают на картах памяти, в памяти компьютеров, что, ну, просто их нецелесообразно хранить. Такого уж дикого прироста качества там нету. Также, если сравнивать пластинки, компакт-диски, ну, пусть даже кассеты, бывают удачные издания на виниле, которые великолепно звучат, а бывают совершенно кошмарные издания, которые на компакт-дисках звучат гораздо лучше. И даже бывают такие издания, которые в mp3 звучат лучше, чем на настоящих фирменных компакт-дисках. И сейчас я вам приведу пару примеров. У меня был альбом группы Scorpions Crazy World 1990 года на американском виниле от фирмы Mercury. Я его покупал, ну, это минтовое состояние. Знаете, до того грязная эта пластинка звучала, всё слито в кашу. Ну, я скажу, что сам по себе этот альбом не очень хорошо записан. Но на компакт-диске он всё-таки звучит. Всё-таки он звучит. пластинку эту я без сожаления обменял на первый альбом группы The Flirts, причём изрядно подъезженный. Полина очень хотела. Это во-первых. И The Flirts гораздо реже встречаются у нас в Украине, чем Scorpions. Да, я потом уже от небезызвестного Valerone узнал, что моя пластинка Scorpions очень хороших денег стоит. Ну, тут не о деньгах. Речь. Главное, что мне просто не нравилось, как она звучит. Там высокая плотность записи, много искажений. Ну, альбом длинный просто сам по себе. Так что вот так вот я избавился от этих Скорпионов и приобрёл обычный компакт-диск. Также я коснусь альбома Джорджа Мородера From Here to Eternity. У меня ещё не было настоящей фирменной оригинальной оазисовской пластинки виниловой. И один из моих друзей привёз из-за границы переиздание этого альбома. Я не помню какого года 2006 или 2007 там шикарный компакт-диск с буклетом многостраничным. Ну, уже упомянутый покойный Александр Григорьевич Панфилов этот диск переболванил, отпечатал мне на шикарном на шикарном принтере все страницы буклета. В общем, сделал мне почти один в один. Ну, и принёс этот компакт-диск домой, стал слушать. Вещи там не то, что прошли ремастеринг, они ещё перемикшированы, там что-то добавлено, какие-то партии добавлены, и звучание у него отвратное, просто отвратное было. А в то же время у меня был этот альбом, я не знаю, откуда делался рип, в MP3. Представьте, MP3 звучал гораздо лучше, чем вот этот копия с фирменного настоящего компакт-диска переиздания. Ну, потом я этот, эту копию подарил одному из друзей, ну, и впоследствии купил виниловую пластинку, оригинальную, по качеству, с которой я вообще ни одну копию, ни на одном носителе я не могу сравнить, как звучит именно оригинальная пластинка. Вот. Ну, вот, в принципе, что я и хотел сказать. А музыку слушайте на том, на чем вам нравится. Каждый формат имеет свои преимущества, свои недостатки. Одному нравятся кассеты, другому диски, кто-то там на цифре помешан. Главное, чтобы вам нравилось и было по вашим финансовым возможностям и доставляло лично вам удовольствие. Главное, чтобы вам нравилось. Кого-то кассеты, говорю, прут, кого-то катушки. Главное, чтобы вы не впадались в крайности. Потому, что сейчас мы посмотрим пару случаев, пару крайностей. Вот, давайте сейчас мы посмотрим видео с одного из YouTube-каналов. На этом канале выложено 1900 видео с ужастиками. Вы не представляете, что я имею в виду под словом ужастик. Человек любит больные, искалеченные, зацарапанные и практически неиграбельные пластинки. В основном гибкие, самодельные. И давайте сейчас у нас будет небольшая музыкальная пауза. посмотрим видео с этого канала. В нем прозвучит известная песня известного советского ВИА. Я более чем уверен, что меня за проигрывание этой песни YouTube не забанит. Потому, что алгоритмы YouTube и искусственный интеллект просто не смогут узнать в таком виде известную всем песню. Итак, ребята, давайте посмотрим. Немножко посмеемся. «Немножко» КОНЕЦ Ну, вот такие вот извращенцы бывают. Для меня это то же самое, что вот есть всякие вот извращенцы, которые любят искалеченных людей, ампутантов, там, уродов всяких. Ну, вот это я не понимаю, как это можно слушать и зачем это надо коллекционировать, еще и выкладывать в интернет. А теперь давайте абсолютно противоположный случай. Сейчас вы увидите видео из комнаты прослушивания одного аудиофила, который полжизни посвятил созданию своей собственной аудиосистемы. Все деньги, все туда вложил ему сейчас под 80 лет. И то, что вы увидите, это напоминает отсек космического корабля, и причем инопланетного. Итак, смотрим видео. Марк Левенсен, он почти Марк Левенсен. А это блоки питания Марк Левенсен. Так, вот это у нас ДАК. У ДАК внизу, конечно. Вот ДАК. Да, это... Марк Левенсен, это его блок питания, да? Да. Вот это. Такой, с небольшую систему. Вернее, есть большую систему. Два блока отдельных. На каждый канал или там как-то по цепям разделено? Нет, по цепям разделено. Вот справа это только для питания цифры, а слева для питания у нас вышли. Вот это у нас... Так, вот это справа? Это право. Это право. А лево? Да, а лево, а вот он за углом налево. За углом налево, а это вот. Вот это, да, с вентиляторами? Да, да. Это тоже с вентиляторами, просто их не видно. А вот это для питания... Дака тоже. ...цифровой части. Нет, с вентиляторами на цифровой части справа. Вот то, что было. Это справа. Это цифровой части. А это... Это слева, это у нас аналоговой части. Да. Дака. Ну вот, количество обертонов, которые я только что слышал... Оно огромное. Да можно, да, но это будет симулятор какой-то, копия-копия. Вот. Так, а это, значит, у нас транспорт, который... Все висит на цепях. Вот, да, она ведь у нас... Она везде, блок питания весь висит на цепях. Таким образом... Все это задорфировано. Так, транспорт у нас... Бывший тоже Марк Левинсон. Вот что-то у него там такое снизу, тоже, наверное, блок питания, да, Юра? Снизу это просто груз. Ага, это груз, чтобы... Из трансформаторов, бывших трансформаторов выходных. Да, вот то, что я говорил, что кабели приходится, наверное, подвешивать, да? Да. Вот. Вот эти все ниточки, мы видим, это просто потому, что кабели... Они не могут находиться на своих местах. Они, я так понимаю, вырывают контакты, да, разъема? Ну, естественно. Естественно, вырывают контакты и разъемы, если они не подвешены. Приходится вот... Кабель имеет примерно 12 килограмм на метр. 12 килограмм на метр? Не меньше. Ну как, прикололись, ребята? Вот, как я сказал, этому человеку уже под 80 лет. У него кабеля толще, чем стояк у меня в туалете. Они висят на цепях, весят по 16 килограмм. Человеку под 80 лет. И, знаете, ну, мне немножко за полтинник, когда мне было 18-20 лет, я слышал 28 килогерц. Верхний порог у меня был 28 килогерц. Это замерялось при моем отборе на службу в военно-морском флоте. И я в те годы очень тонко чувствовал все частоты. Я постоянно переставлял аппаратуру, колонки дома. Это иногда вызывало недовольство моих домочадцев. Я углы колонок, наклоны, я там вплоть до того, что с транспортиром я мерял. Расстояние мерял до себя от этих колонок. Я кучу деталей слышал. И вот когда мне перевалило за полтинник, ребята, я честно вам говорю, я с трудом слышу 19 килогерц. А тут вот этот дедушка насооружал что-то такое вообще невообразимое. Знаете, куда мне хочется таких людей послать? Да идите вы в филармонию. Или на джазовый концерт, смотря что вы любите. Или на рок-концерт. На фонограммную попсу не стоит ходить. Вот в принципе, что я и хотел сказать в этом выпуске. На этом я прощаюсь с вами. Желаю всем добра, мира, не болеть, не гнать друг на друга, слушать только хорошую, позитивную музыку, слушать нашу дискогруппу Neon People и мой сольный проект Snob Disco Project. До новых встреч! Не, ну, не, а что? А ну дай я без музыки спою. Не выпендривайся. Тю, блин. Да классно ты поешь, дочь. Все, последний раз. Субтитры сделал DimaTorzok Опять не подходит, ключ не подходит, И я сломать пытаюсь замок. Открыть не выходит, дверь не выходит, Хоть делал я все, что мог. Да, ты на взломчик, я не путевый, Мне сюда никак не войти. Но, как преступник, я снова и снова Средством взлома целью сойти. Как найти мне ключ к твоему сердцу? Как найти мне ключ к твоей душе? Ведь, когда-то все ж должно окрыться, Хоть я весь из водоружен. Как найти мне ключ к твоему сердцу? Как найти мне ключ к твоей душе? Ведь, когда-то все ж должно окрыться, Хоть я весь из водоружен. Время уходит, пустую уходит И мозги не варят совсем С ломать не выходит, в двери не выходит И я остаюсь одни в чем А для другого эта задача Будет проста, как яйцо Вот потому так силы я драчу Чтоб ты не жила от лицом Как найти мне ключ к твоему сердцу? Как найти мне ключ к твоей душе? Ведь когда-то все же должна Открыться, днется Океан и сезон, оружие Как найти мне ключ к твоему сердцу? Как найти мне ключ к твоей душе? Ведь когда-то все же должна Открыться, днется Океан и сезон, оружие 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 Как найти мне ключ к твоему сердцу? Как найти мне ключ в твоей душе? Ведь, когда-то всё ж должно открыться, петься Хоть я весь из вода, уже Как найти мне ключ в твоем сердце? Как найти мне ключ в твоей душе? Ведь, когда-то всё ж должно открыться, петься Хоть я весь из вода, уже Не найдёшь ты ключ к моему сердцу Не найдёшь ты ключ к моей душе Знаешь, что никогда не укроешь сердцу Это бесполезно уже Не найдёшь ты ключ к моему сердцу Не найдёшь ты ключ к моей душе Знаешь, что никогда не укроешь сердцу Это бесполезно уже Субтитры создавал DimaTorzok